Вот тоже проблема. Вроде кодить это хобби для меня, и вроде хочется работать прогером по специальности ИБ. И тупо развилка стоит между ИБ и разработкой. Это сейчас, опять же, про себя расскажу. Про кого мне еще рассказывать? Хочу ли я кодить? Да, если для себя, для души, то, когда мне этого захотелось. То есть я в воскресенье утром встал, и мне, ой, как захотелось покодить. Хочу вот эту штуку изучить. Хочу изучить, поисследовать, что такое нового в Dart и Flutter. И научиться делать что-нибудь на Flutter. Поставил перед собой задачу. Это не просто вымышленная какая-то задача, ну типа она нахер не надо. Я ищу для себя, чтобы оно было мне полезно. Если оно мне полезно, ну принесет какую-то пользу, выгоду, да, то это изучение трата времени, оно обосновано. Ну, условно говоря, я не знаю, представим себе, что мы на Dart и Flutter пишем бота для Telegram. Не важно, это понятно, что не относится к этому, но суть. И вот мне этот бот нужен, он мне вот это позволит сделать, да. Решает он вот эту мою задачу, да. Окей, тогда мы садимся, это я и сажусь и как бы изучаю. А я просто могу что-то поизучать, посмотреть чисто так, потому что мне это интересно. А именно углубиться и написать, вот здесь именно написать программу, код какой-то. Это же дольше, это же мозговая деятельность и так далее. Вот, поэтому нужна какая-то конечный продукт, который я получу. Это меня и мотивирует этим заниматься. То есть, конечная цель. То есть, если ее нету, я не понимаю, что я могу с помощью этого сделать. Я этим никак не воспользуюсь. Нахрена мне это делать? Ну и все, у меня нет мотивации. И в чем идея? Что вот такие штуки для души я делаю спокойно, да. Где-то могу на стриме, времени нету, вот. Когда я этим еще буду. На стриме запустил что-то там, потупил, покодил. А оно как бы закладывает даже какую-то основу. И потом я просто продолжу над этим работать. Классно, отлично. Где-то что-то новое, интересное узнал. Можно в этом поделиться, рассказать комьюнити об этом, да. А где-то это еще по работе может пригодиться. Но сесть и писать код как разработчик, я уже выгорел. Я не хочу. То есть, ну, условно говоря, в крайнем случае, да, я буду это делать. А так у меня, ну, что я представляю себе. Я пришел на работу, 8-часовой рабочий день. Я взял, у меня есть задачи. И, условно говоря, примерно 8 часов в день я буду писать код. Окей, 4 часа я точно буду писать код. Потому что там где-то нужно поисследовать, почитать, где-то там созвониться, еще что-то. Но минимум 4 часа в день я буду сидеть и писать код. А если у меня что-то не получается, а эту задачу нужно решить, где-то углубиться, где-то какая-то ошибка, ты не понимаешь, почему она вылазит и так далее. Эта деятельность растягивается на 8 часов. А эта задача может растянуться и на неделю. Потому что бывают задачи не такие, что ты там сел и за час ее решил. Реально неделю. Потому что непонятно, во-первых, задача. Ты не можешь понять алгоритм, что от тебя вообще хотят. Ты пытаешься исследовать этот вопрос, выстроить этот алгоритм. Ты пишешь несколько вариаций кода. Он работает. Но при тестировании показывают, что результаты не те. Нужно по-другому делать. Я же задачи не решаю, какие-то банальные. Это более сложные вещи. И с проектированием связаны и так далее. И получается, что вот такой штукой заниматься, ну прям я не хочу. Прям сидеть и писать код. Потому что я потом стою, я так скажем из-за компьютера, да, в конце рабочего дня. И я полностью уставший. Я вот неимоверно уставший. И поработав так неделю, на вторую я уже, ну прям, мне прям не хочется. А если поработать так месяц, ну вообще уже чувствуешь, как, ну, не больше двух часов в день ты можешь сидеть и прям писать код. То есть больше начинаешь тупить, дольше там что-то осознавать и так далее. Вот к чему я это веду. Что я для себя решил, принял решение, что из-за айтишки это я не хочу уходить. Но, к примеру, обучать ребят или рассказывать об этом, как-то помогать там стажироваться, приобретать опыт, у меня есть возможность. Соответственно, вот это мне нравится, делиться вот этими знаниями. Почему я и получаю новые знания? Потому что я ими все равно потом могу поделиться. И как я уже говорил, в айтишке не бывает такого, что ты на какой-то момент сказал, все, я все знаю. Не бывает такого. Поэтому нужно постоянно что-то узнавать, читать, углубляться и так далее. Иначе ты как специалист нахрен никому не нужен. Что-то новое всегда появляется. К примеру, менее опытным разработчикам у них бывают, сталкиваются они с некоторыми ситуациями, они не могут, как бы все работает, все понятно, вот эта штука не работает. Не хватает где-то опыта. Где-то я могу подсказать, я приглашу человека более опытного, который знает, ну, может подсказать. И ставлю перед ним задачу именно конкретно помочь с этим, потому что более младший специалист, ему сложно объяснить, что у него не получается. У него просто будет вопрос. Вот у меня не получается вот это. Но ошибка или проблема не в том, что у него вот эта общая задача не получается, а совершенно в другом. Вот это классно. И, соответственно, к чему здесь я веду? Что я бы брал больше то, для того, что больше всего нравится. А вторую, давай так скажем, это две специализации. Специалист по информационной безопасности и программист. Да? Две специализации. И если есть эти две специализации, ну, в какой-то степени, я бы выбрал ту, которая мне больше всего нравится, и вторую специализацию применял для того, чтобы помогать первой специализации. Мой с моим примером. Технический директор, менеджер, решает абсолютно разные задачи, начиная от HR, заканчивая вот там, пойти поговорить с клиентом. Но, применяя свои навыки вот этой, так скажем, как разработчика, как программиста, я могу помочь своей специализацией, как технического директора. То же самое и с информационной безопасностью, может быть. Вот. Не понравится одно, переквалифицировался и пошел в другое. Добрый вечер. Можно ли у вас в клубе по веб-произработке писать свой проект на джанр с вашим код-ревью и советами по трудностям? Можно. Можно писать. Ты можешь, да, в этом и суть клуба. Там никто не заставляет делать то, что не хочется делать. Вот. Это не онлайн-школа. Есть у нас просто как бы сезон, да, мы запускаем сезон и вот наша основная цель там на встречах это вот обсуждение того, что в рамках этого сезона происходит. Есть возможность брать другие задачи, которые, ну, не относятся, так скажем, к задачи сезона и как бы делать, скидывать. Ребята, которые в клубе есть, будут давать ревью. Я там даю какие-то советы и так далее. Можно ли прийти со своим проектом? Можно. Иди, делай свой проект. Единственное, что он не должен быть коммерческий, имеется в виду, что он не должен быть под NDA. И он должен быть в открытом доступе. Ну, условно говоря, чтобы не получилось так, что кто-то пишет на работе проект и как бы скидывает этот код там в общий доступ. Ну, такой себе. Вот. И, пожалуйста, да, тебе подскажут, помогут. И я в том числе. Вообще без проблем. Может даже кто-то присоединиться к тебе, поработать над проектом. Такое тоже, командная разработка, это вообще то, что нужно. Это туда к мотивации закинем. А если опускаются руки, учил ты что-то, пытаешься, не получается, и уже хочешь все это бросить, потому что если ты учишься, то есть или самостоятельно где-то работаешь как фрилансер или до еще этого, то есть опять же вот сообщества какие-то, наш клуб, да, ментра или нужно себе найти просто, так скажем, некого бати, то есть партнера по программированию. Человечка, которым можно позаниматься каким-то проектом. Это интереснее, это некое общение и этот человек может тебя мотивировать и что-то делать. Соответственно, ты можешь выступать этим мотиватором. Так скажем, человек руки опускаются и наоборот ты его тянешь за собой и он делает. Это вот то, что где брать эти мотивашки. Если человек уже работает и устал кодить, ну здесь как бы здесь зависимость от того, какого уровня специалист. Если это хотя бы миддл и выше, то в такие моменты, вот когда сложные проекты, ты один на проекте или еще какая-то штука, здесь классно иногда срабатывает это взять себе менти, то есть более младшего специалиста и погружать его в айтишечку. Это может работать над одним проектом, может работать над разными проектами, но он приходит со своими вопросами, со своими проблемами и ты как бы освежаешь свои знания, передаешь эти знания и соответственно таким образом опять вот то, ну так скажем, как это сказать, загорается огонь в глазах для того, чтобы не бросить это. Потому что есть тот, кто как бы внуждается в тебе, так скажем. Мы ответственны за тех, за кого приручили. Вот. Это тоже как один из моментов, где найти эту мотивацию. Когда долго что-то не получается, начинается казаться, что ты тупой, ни на что не способен, хочется все бросить. Когда что-то долго не получается, начинается казаться... Ну да, я об этом как бы вот чуть-чуть раньше и упомянул, что может именно такое быть. Да. Можно там отмотать будет на какое-то время, и я об этом сказал. Ну, повторюсь. Почему нет? Времени у нас много. А давайте я приведу опять же пример два. Свой и чужой. К примеру, я хочу сделать ну, условно говоря, вот там stone admin. Там админку backend для эсмералд. Могу ли я это сделать? Теоретически да. Ну, не такое делали, как говорится. А бывает ли такое, что у меня не получается? Да. ощущаю ли я себя тупым? Да. Два часа сидеть над одной ошибкой, ничего, непонятно, что происходит, пытаться что-то сделать и не, ну, не получается? Да. устаешь ли от этого? Да. А когда на тебя смотрят еще больше десятка человек, еще круче? Да. Вот. Но для себя в такой момент я просто оставляю это на какой-то период и возвращаясь, пытаюсь еще раз вникнуть. Может быть, с новыми знаниями или, так скажем, с пересмыслением чего-то и пытаться это сделать. еще раз. А если мы говорим за... Это я за себя как бы говорю и для меня оно иногда работает. А если говорить за других людей, так как у меня достаточно было мэнти, ребята приходили абсолютно разного уровня, особенно с нуля. Когда человек на работе работает на заводе двое через двое или какой у него там график, тяжелая, сложная работа, он пытается еще учить программирование, чтобы сменить профессию и нужно очень много читать, очень много смотреть, практика должна быть. А человек медленно это делает по причине своей занятости. И, соответственно, неоднократно возникал такая фраза у ребят, что наверное у меня не получится. Я какой-то тупой. Блин, вот ты сказал, да, так можно было сделать. Почему я до этого не догадался? И так далее. То есть, вот этих мыслей или каких-то подобных фраз от ребят, их просто было сотни. И каждого из них я мотивировал и объяснял, почему у него не получилось. Или что ему нужно было сделать, чтобы это получилось. И самое важное здесь, самая ключевая мысль здесь, что как это сказать, не ты виноват, что оно не получается. Ну, то есть, это не ты хреновый, не ты тупой. Просто для того, чтобы что-то получилось или чтобы что-то понять. Просто та подача информации, которая была, она на тебе не сработала. Условно говоря, мы даем кому-то почитать, посмотреть, что такое ООП, вот человек пошел, почитал и понял. Вообще красавчик. А другому даешь, и человек не понимает. Ему сложно, он путается, он не понимает, что такое self и так далее. И что получается? Здесь нужно найти другой источник информации. Не понимаешь, найди другой источник информации. Найди того, кто тебе объяснит таким языком, которым ты поймешь. Ага, понял. Если мы говорим о том, что самостоятельно сидишь, делаешь и не получается, значит, нужно найти источник, который тебе подскажет, как это сделать. Приведем пример. А мы решили построить, я не знаю, пусть будет, а мы решили построить. стол. Решили сделать стол себе. Мы видели столы? Видели. Разные столы видели? Разные. Умеем ли мы работать пилой, молотком, гвоздями, отвертками и так далее? Умеем. Можем ли мы сделать стол? Ну, теоретически да. Мы садимся делать стол, и он у нас не получается. Он кривой, он косой, ножки разъезжаются, я не знаю, там, на него ставишь кастрюлю, он падает, он так вот весь шатается, какой-то хлипенький и так далее. Ну, это значит, что мы тупые? Нет. Это значит, а у нас же не получается по итогу стол, он не получается. Это значит, что у нас не хватает навыка, чтобы его сделать. То есть мы что-то не учли. Словно говоря, нужно посмотреть на другие примеры и взять из этих примеров то, что тебе поможет решить твою задачу. Я не знаю. Ставим стол и видим, что у некоторых столов есть между там ножками, к примеру, идет вот так вот накрест сделанные подпорки, чтобы он не шатался. У некоторых под крышкой идет вот такие усилители. Где-то по-другому сделаны механизмы некоторые штуки, которые позволяют столу не шататься, быть устойчивым. То есть нужно изучить, как это делают другие, то есть как они к этому пришли. Означает ли это, что ты тупой? Нет. Это означает, что тысячи людей, миллионы, тысячу лет назад, две тысячи лет назад прошли точно такой же путь и пытались сделать этот стол. Вот. И в какой-то момент появился некий опыт, который позволил людям делать столы. И вот когда ты сидишь, что-то у тебя не получается и оно не работает или ты не можешь сделать, вот здесь не ты тупой, а нужно найти источник информации, который поможет тебе. Или посмотреть пример, найти пример, а как подобное делать. Или хотя бы что-то в эту тематику что-то делать. И поискать идеи. Пример с моей админкой. Я могу ее сделать? Опять же, теоретически да. Я видел подобные админки? Да. Но я делаю и у меня не получается. почему? Потому что у меня нету как это сказать, ну не то, что опыта, а ну да, каких-то знаний. И вот я, если вы замечали, я иду и смотрю в код других админок. SQL, admin, там Starlet admin и так далее. И я пошел, посмотрел, как они это делают. Какая у них была идея, как они архитектурно это заложили, что мне нравится, что мне нужно было просто некая подсказка. Или не подсказка, а подтверждение моих идей, то, как это нужно сделать. То есть, я делаю, я предполагал, что я делаю говно. И, соответственно, ну, такой, так оно не, ну, не то, что не будет работать, а типа, архитектурно это неверно. и посмотрев, а, вот, они тоже так делают. То есть, наши мысли сходятся. Это подтверждение того и перенятие опыта у других ребят. И, соответственно, я иду и пытаюсь это сделать у себя. Все. Я, ну, тупой ли я? Ну, может быть, не знаю. Но, можно ли сделать это? Можно. То есть, как только ты думаешь, что ты тупой, подумай, что, ну, нужно просто у кого-то, скажем, подсмотреть, научиться. нужно учитель в лице чужого кода, например. А, времени совсем не хватает. Своя работа очень надоела, но в данный момент не могу уволиться, так как семья, обязательства, кредиты. Как учиться ХЗ вообще? Знаю только основы сейчас вот так начал проект свой на Джанго писать. Получается, выделять только часа 4-5 неделю в лучшем случае и в отпуске. Как в таком случае развиваться в программировании? Ответ уже дали. А тут нет секретов находить где-то время без этого никак или чтобы знакомые тебя взяли без опыта, чтобы ты мог работать, на работе учиться. Ответ хороший, прекрасный, я просто дополню. Смотри, секретов действительно нет, есть просто практики определенные. есть такая штука, называется уделяйте чему-либо полчаса в день и вы получите этот навык. То есть, условно говоря, ты говоришь 4-5 часов в неделю. Значит, это получается, что по, условно говоря, часу, по одному часу 5 дней подряд. А если сделать не по часу, а по полчаса каждый день, ну по 40 минут, ну то есть разбить эти 5 часов на 7 дней, да, и каждый день этим заниматься. Дальше, а выделять время, найти, можно его найти, 5 минут, 10 минут на изучение чего-то теоретического, например, в то время, когда кажется, что здесь неуместно это учить. Прямой совет, пошел в туалет и возьми, почитай статью по программированию, почитай главу книги, посмотри видос, ну то есть время вот в это, умываешься, чистишь зубы и так далее, 5 минут, там 7, кто сколько это делает, ключи на фоне какой-нибудь штуку, ребята что-то рассказывают, я не знаю, как работает асинхронность в питоне, ну и так далее, ну то есть там, где не нужно смотреть в экран и чтобы там код посмотреть и так далее, такого материала достаточно, ну много, который пригодится, и соответственно ты не только на вот программировании на джанго сосредоточен, а у тебя должен быть кругозор как разработчика и разных инструментов и вообще вот этой сферы, соответственно там очень много вот этого материала, который можно на фоне слушать, едешь на работу, я не знаю, едешь с работы, идешь в магазин, на пробежки, перед сном и так далее, всегда есть какие-то 5-10 минут, которые можно вделить и во всех 24-х часах можно найти это время. Я так учил английский, был очень занятой человек, мне некогда было выполнять какие-то домашние задания, что-то писать и так далее, я занятой человек, но именно таким образом я учил английский и один из ребят вот таким образом учил JavaScript, он бэкэнщик там по себе на питоне, но ему нужен был JavaScript, я не помню для чего, вот, и у него не было времени и особо желания прям сидеть его учить, вот таким способом он прям хорошо прокачался, ну понятно, что нужно потом сесть, посмотреть код, но вот этот можно в течение условно говоря дня где-то как-то 5-10 минут вычленить, потом полчаса условно говоря вечером, дали на обеде прям посидеть, покодить, вот, и я прям своим ребятам тоже советую, каждый день напишите хотя бы одну функцию, но сядьте и попрограммируйте, это лучше, чем просто потом в конце недели на выходных посидеть 4-5 часов, лучше каждый день по чуть-чуть, короче, один из способов, привет, запись стрима будет стоима на YouTube, а то я пропустил уже 50 минут, да, потом на YouTube выложим, нужны ли автоматизаторы тестировать и уходят ли из автоматизации в разработку, так, да, автоматизация нужна, мы вот прям в компании пишем, да, такую штуку, предлагаем, делаем, поэтому автоматизация прям то, что нужно, делают, конечно, но ходят ли в разработку, а были такие прецеденты, 2 или 3 человека, минимум, я точно знаю, кто после этого ушел в разработку, ну, или совмещают, или чисто ушел, там уже тонкости нот. что скажешь насчет предрасположенности, допустим, два чувака делают два стола, и один из них по причине природной предрасположенности, технарь, будет понимать, что прикручивая ножку к столу, нужно будет забить три гвоздя, чтобы ножки не шатались, а другой гуманитарий, и бьет один гвоздь и все, все очень просто, все очень просто, нету природной предрасположенности, да, есть, так мы скажем, некая склад ума у человека, что-то генами передается, знаете, но человек не рождается с талантом, чтобы вы понимали, все люди талантливые, просто некоторые раскрывают свои таланты и работают над ними, а некоторые не раскрывают свои таланты и не работают над ними, и поэтому получается, что ой, я не талантливый, не талант здесь решает, а скилл, проблема человека, который прибил один гвоздь, решается очень просто, он должен посмотреть на того чувака, который забил три гвоздя, или прийти и сказать, а как ты вот это сделал, он говорит, я забил три гвоздя, и пошел забил три гвоздя, все, проблема решена, проблемы нет, нет предрасположенности, ну что, вот он понимает это как, да, есть там, а давайте так, человек, который, у которого хорошо что-то получается, значит он над этим много работал, ну нету такого, чтобы человек сел и такой, ну на гитаре херячет, или такой, опа, родился, ни хрена не делал и на олимпиаде выиграл забег, или плавание выиграл, не бывает такого, не бывает такого, чтобы человек такой, встал и начал охрененно петь, просто так, вообще без учителя, без ничего, и все, он такой великолепный певец, да, у кого-то прям изначально голос такой, это физическая некая предрасположенность, предрасположенность, то есть да, у него такой певучий голос, но есть же куча певцов, у которых не было как бы голоса, но им поставили голос, и он научился петь, люди, которые никогда не играли на гитаре, они учатся играть на гитаре, он взял и начал бринькать, что-то подбирать там самостоятельно, и что-то там играет, правильно? Правильно, дворовые песни вон там сотнями, тысячами, миллионами играли, поэтому программировать, чтобы научиться что-то сделать, опять же, здесь не нужна предрасположенность, нельзя родиться, вот он не предрасположен к программированию, сто лет назад не было программирования, тысячу лет назад не было гитары, понимаете? но нельзя родиться с талантом уметь что-то, вот, по поводу склада умных, что один гуманитарий, другой, здесь все зависит от того, конечно же, как человек воспитывался, как он рос, как, в какой среде, условно говоря, если рядом с ним больше было такое техническое, что-то он там, телевизионные программы какие-то интересные смотрел в эту сторону, читал книжки, может быть, у него родители тоже с этими специализациями и так далее. Конечно, ему будет легче, потому что у него как-то, ну, изначально так сложено. Соответственно, другой человек, у него, ну, я не знаю, по-другому шло развитие его, да, рост, поэтому у них и сформировался по-разному мышление, но мышление и так далее, оно формируется, поэтому сформировать его можно, то есть, не умеешь аналитически думать, научись, это можно научиться это делать, аналитически думать, ну, к примеру, То же самое, ну, то есть, поэтому из гуманитария стать технарем можно, так же, как из технаря стать гуманитарием. Может ли, к примеру, технарь пойти и, я не знаю, начать печь пирожки? Да, нужно просто научиться печь пирожки. Может ли пекарь научиться программировать? Да, если у него есть мозг, один глаз и один палец. Сейчас даже, по-моему, пальца не надо, главное, чтобы голос был. А, и глаз тогда не нужен. Понимаете? Ну, то есть, а, вообще, ну, да, можно тогда просто голос, чтобы сказать другим, что нужно записать и как это заправить. Вот, пожалуйста. Ну, то есть, я к чему веду? Это просто приобретаемый навык. Вот и все. Просто у кого-то быстрее он этому обучается по определенному количеству факторов. А другому сложнее это дается. Опять же, по определенному количеству факторов. Когда ко мне приходят ребята, я спрашиваю, какая конечная цель, и меня спрашивают, а за сколько можно научиться? Я говорю, абсолютно индивидуально. Кому-то нужно два месяца, кому-то год. Почему так? Потому что работа, семья, назовем это предрасположенность, но это не предрасположенность, это просто то, как человек, у него мышление сформировалось за всю свою, ну, за жизнь, которую он прожит. Очень много переменных, которые влияют на то, сколько человек времени будет этому уделять, и как он усваивает информацию. Бывает такое, что, ну, по определенным причинам, физическим, не физическим и так далее, человеку сложнее просто дается запоминание информации. Почему? Потому что в детстве он не учил стихи, к примеру. Не учил стихотворения, и у него плохо развито запоминать что. А другой, есть ребята, которые он посмотрел, один раз увидел, и он запомнил. Ну, вот такой вот человек, он увидел и запомнил. Да, но это не значит, что он, ну, там, он просто быстрее будет обучаться. А другому нужно больше времени на обучение. Но он приобретет этот навык все равно. Ну, как бы, так, можно ли играть на гитаре без рук? Да, люди ногами играют на гитаре. Но это же не приобретаемый навык абсолютно. Так и в программировании. И здесь никак, ну, предрасположенность на это, ну, не влияет. Она влияет только на, как это сказать, на скорость. То есть, как быстро человек будет чему-то учиться, и как он быстро будет делать какую-то работу. Ему просто будет сложнее в каком-то смысле. Но приобрет... научившись, ему, ну, станет легче. Это логично. Но, опять же, единственное, здесь будет проблема. Это вот трудности, с которыми столкнется этот человек. Но прям предрасположенности к этому какой-то, ну... Я с многими ребятами, как бы, этот путь прошел. Видел абсолютно разные... Разного возраста люди, разного пола, разного жизненного опыта, разного образования и так далее. И вот если человек был, к примеру, инженером, самолеты чинил, строил, вот ему легче разобраться в этом и так далее. Почему? Потому что его жизненный опыт и образование просто ему помогают. У него уже просто сформировано это так, мышление. Ну, ну, он прошел этот путь. А другому человеку нужно только это сформировать. Ну, или как чему-то научиться. Поэтому сложнее. Вот и все. Как-то так. Спасибо. Примерно так и получается. В транспорте, изредка на работе и так далее. Оказывается, кажется, что топчусь на месте. Смотри, кажется, что ты топчешься на месте просто по той причине, что у тебя это идет медленно. Сделай себе, как я и говорил, чекпоинты. Вот твоя конечная цель устроится на работу, к примеру, разработчик. Это конечная цель. То этой конечной цели должны стоять некие чекпоинты. К примеру, я должен научиться, там, к примеру, ООП, условно говоря, чекпоинт. Я должен написать на Django, не знаю, страничку, которая выводит «Привет, мир!» и так далее. Построй себе план. Ты не знаешь, как это сделать на Django. Ты не знаешь вообще. Я должен задеплойт проект Django на сервер. Как это делается? Вообще, ты не понимаешь. Чекпоинт. Но, а когда ты доходишь через месяц, оборачиваешься так. Что я должен был сделать? Вот это. Чему я за месяц научился? Вот этому. Идешь дальше. Через месяц оборачиваешься. Я прошел какой-то чекпоинт? Да. Я изучил ООП, я понимаю, и вот я уже что-то делаю на Django. О, классно. Идешь дальше. То есть, видя вот этот, проложив флажки, и, соответственно, даже если ты просто где-то, знаешь, план запишешь на листочке, вот, и будешь галочками отмечать, и каждый месяц, главное там, ну, каждый месяц, два, неделю, у каждого по-своему, возвращаться к тому, что выполнено ли это, дошел ли я до этого, сколько мне еще нужно до этого дойти, вот. Ты тогда увидишь прогресс. Просто он у тебя идет не вот так, понимаешь, и ты там, а он у тебя более плавно идет. Поэтому тебе кажется, что ты стоишь на месте. Это абсолютно нормально. А в определенный момент, так почти в любой сфере, мы что-то начинаем новое учить, мы прям видим наш прогресс. Язык начинаем учить там, английский. Прям новые слова, правила, много знаний. Мы начинаем играть на гитаре. Мы там пум-пум-пум ноты учим, там какие-то аккорды, как там бои, там то-то, и прям это. А через определенное время мы понимаем, что мы как бы новому ничего не учимся. Здесь единственное, что нужно, это практика, и мы выходим просто на плато. И вот это познание нового там уже меньше. И больше здесь приходит не знания новые мы получаем, а оттачиваем свои навыки. И поэтому у нас такое получается плато. Но оно так просто очень медленно идет вверх. Поэтому посмотри, может быть, ты вышел на плато. Как вариант. Привет. Привет. Ты говоришь, что может помочь хороший ментор. Расскажи, пожалуйста, про свое менторство. Занимаешься ли сейчас что, как и сколько? Ага. Занимаюсь. Кстати, так звезды совпали, вот, что у меня прям время освободилось. Я хотел об этом рассказать там, ну, завтра там, на следующей неделе. Тут, оказывается, вот сейчас спросили. Значит, в чем суть менторства заключается? В том, что помочь человеку дойти до своей цели. У людей абсолютно разные цели. Ну, то есть, кто-то приходит, я хочу научиться программировать и стать разработчиком. Приходят абсолютно нулево. Человек уже что-то умеет и хочет в какой-то, к примеру, в кратчайшийся какой-то срок сменить профессию. У другого просто цель сменить профессию. Неважно, сколько времени пройдет. Просто его вот такая цель. Кто-то приходит для того, чтобы решить какой-то свой проект. Помочь каким-то проектом. Не хватает знаний, мотивации и так далее. То есть, нужен чей-то совет. А прям, ну, так скажем, пусть будет, ну, не по работе или по работе. Ну, зачастую не по работе. Ну, по работе для себя, так сказать. Вот. Кто-то приходит не учиться там писать, ну, разрабатывать как в коммерческих, в коммерческих целях. А, к примеру, чтобы помочь своему, своей работе. Ну, условно говоря, есть SEO-специалисты, которые приходят в какой-то там проектик, чтобы помочь им. Кто-то для того, чтобы свой бизнес там продвигать, условно говоря, у него мебельный магазин. И человеку нужен сайт мебельного магазина, он самостоятельно его делает. И так далее. То есть, таких вещей, ну, таких примеров, их много. Они абсолютно разные бывают. Вот вообще таких, ну, ситуаций просто неимоверное количество. У кого-то просто прям как конкретная цель, не там, не чему-то, в общем, да, вот как мы глобально говорим. А человек не может разобраться с докером. Вот. Нужно помочь разобраться с докером. То есть, условно говоря, у меня есть несколько направлений вот этого менторства. Это консультации. Консультация – это единоразовая, ну, условно говоря, единоразовая штука. Их может быть несколько. Но это не помочь человеку вырасти в кого-то. Это помочь с какой-то проблемой. То есть, человеку нужно проект поднять, не получается, он не понимает, как. У него какие-то ошибки, он не может с ними разобраться. Нужно просто сделать ревью какое-то, там, архитектуры, кода, где-то подсказать и так далее. И, соответственно, это вот просто консультации. И все, мы с человеком потом друг другу руки пожали и разошлись. Условно говоря. А есть ребята, которые приходят как к ментору. Как к ментору. И, соответственно, тоже уже чему-то научиться. И здесь наше сотрудничество, оно более долговременное. Ну, условно говоря, месяц, два, три, четыре, полгода, год. Разным людям по-разному. А если мы говорим... То есть, суть в том, что сначала нужно понять конечную цель человека. То есть, зачем ему это нужно. Что он хочет добиться. О том, какой он сам для себя ставит срок. И этот срок вообще достижимо. Сделай то, что он хочет. О том, узнается его бэкграунд знаний. То есть, что человек умеет, знает на данной этапе, чтобы помочь ему, с чего нужно начать, да, чтобы дойти к этой цели. И вот, собрав эту информацию, так скажем, составив этот профиль, можно уже построить некий план, предложить человеку, который будет ему показывать, как ему прийти к той цели, которую он для себя ставит. Некоторые ребята приходят без конечной цели. У них нет просто конечной цели. Я хочу научиться разрабатывать. Зачем? Для чего? Для чего ты это хочешь? Вот если нет конкретной цели, ее нужно найти. Если мы ее не найдем, в общем, было я такой пару раз, там, человеку нету цели. Мы просто, я говорю, я тебе не могу помочь. У тебя нету цели. Да, я тебя могу научить. Я могу тебе кучу материала скинуть. Вон, иди потихоньку пытайся это сделать. Но без этой цели ты к этому не придешь. Мы с тобой потратим несколько лет. Ну, а что по итогу ты скажешь? Миша, нахрен я потратил время и деньги? Прям мне это не нужно. Моя цель в том, чтобы помочь человеку и чтобы когда-нибудь в курилке с коллегами он что-то обсуждал. А вот мой ментор и вспоминал меня хорошим словом. То есть моя идея в этом, чтобы у человека, скажем, положительные воспоминания и эмоции остались, что я чем-то помог. В общем, потом планируется вот этот, что нужно человеку знать для достижения этой цели, там, может быть, в языке, потом там в каких-то фреймворках или в каких-то инструментах. То есть что будет изучаться для того, чтобы прийти к этой цели. Как это будет изучаться? То есть это на каком-то проекте человека нужно делать. Он говорит, я хочу вот свой проект сделать, но вот под твоим, так скажем, присмотром. Окей, значит, мы на твоем проекте это будем учиться, так скажем. Некоторые приходят, у меня нету идей, я просто хочу научиться, потому что мне нужно там сменить профессию. Тогда я предлагаю идеи этих проектов, если у человека нету идей. И все, что ему нужно знать, в этих проектах используется. Опять же, там, за сову на глобус мы не натягиваем, там, за уши не притягиваем. Если в этом проекте не нужен Redis, мы не используем Redis. Просто легче почитать, посмотреть, потыкать в палатка Redis, понять, что это такое, и подобрать задачу, которая, ну, человек сможет научиться работать с ним, чем просто давайте Redis притянем, потому что просто. Ну, такой бессмысленной штуки нет. То есть конкретно зачем это нужно, чтобы этот инструмент, где он используется, так скажем. Соответственно, в большинстве случаев сюда входят и какие-то заполнения пробелов в питоне, которые нужно для того, чтобы нормально писать код и вообще уметь его дальше изучать инструменты. Фреймворк, который человек хочет использовать, иногда я отговариваю от фреймворка. Многие приходят и говорят, я хочу Django. Я говорю, вот в твоем случае тебе лучше Fast API взять. Вот это будет лучше. И делаю упор на архитектурные моменты. То есть я закладываю такую штуку, чтобы человек не просто стал, там, условно, назовем это, джуном, да, каким-то стажером, джуном, и устроился на работу. Это, это конечная цель. Но заложить фундамент, чтобы он дальше пошел в медла и так далее. То есть какие-то вещи, которые, ну, не обсуждаются на курсах по Django. Вот, пожалуйста, как я уже упоминал. У меня в видосах не было ничего об архитектуре. Но потом в стримах, да, я где-то рассказываю, каким образом этот. Вот в клубе мы очень много про архитектуру поговорили и вообще работали ее. Ребята там почитали книги, статьи, материалы и так далее. Пообсуждали, сделали ревью кода и так далее. Вот. Соответственно, то, что позволит человеку быть действительно, врасти как профессионал. Не просто человек, который закончил курсы или человек, который побыл у ментора, да, вот такой, никому не нужен. А стать специалистом, который может нормально решать задачу. Вот. И, так скажем, с заложенным фундаментом для дальнейшего роста. Бывает такое, что ко мне приходят не начинающие ребята, а там медлы, которые хотят дальше расти в синер. Бывает, что приходят в синер. Бывает, приходят ситио, им лиды, их лиды. Такое тоже бывает. В некоторых моментах где-то я могу подсказать. Вот в таких, ну, случаях, там вообще идет даже не скилловую мы штуку прокачиваем, хардскиллы, а софтскиллы. Бывает и такое. Вот. Реже, правда. Ну, то есть, если я не могу помочь с задачей, да, с вопросом, который человек просит, я так прямо и скажу. Нет, это не мой случай, я, ну, как бы, я не знаю, я тебе не помощник. Вот. Я отказываюсь. Ну, такое иногда бывает. Тут, как бы, надо быть честным. Вот. Соответственно, честно человеку, отвечая на то, сколько он времени закладывает. Ну, пришел человек, говорит, я хочу, ну, через пару месяцев сменить профессию. Скажу, говорю, это невозможно. Ну, ты можешь попытаться, но это вот вообще очень низкий пациент вероятности. Полгода, окей. Почему я так говорю? Потому что из опыта своего менторства самый, ну, так скажем, усредненный, или, ну, давайте 4-6 месяцев. Вот 6 месяцев – это именно то, после чего люди устраивались на работу. Вот. И таких примеров прям масса. Можно там прийти в чатах, в телеграме, там, в канале спросить у ребят, прям, если они увидят. Вот, ну, вот, надо как-то, где-то как-то собрать отзывы товарищей, вот, чтобы они описали свои случаи, через сколько они там поустраивались на работу. Вот. Это прям, ну, полгода такая средняя нормальная цифра. Все зависит, опять же, от бэкграунда. Если у человека хороший бэкграунд, тогда меньше времени. Если слабенький бэкграунд, нужно больше времени и так далее. И, опять, как я и сказал, факторы, которые влияют на обучение человека. Работа, семья, количество свободного времени, сколько будешь самостоятельно этому уделять и так далее. То есть я не могу за человека научиться. Эту человеку нужно будет прикладывать эти усилия. И я только могу помочь, направить, где-то сказать, это тебе не нужно, это лишнее. Вот твоя... То есть я перед человеком могу поставить вот эти флажки, по какому пути идти и как дойти до той цели, которую он хочет. Но я не могу это сделать за человека. Вот. Я могу как бы только помочь ему. Соответственно, и все в совокупности вот это влияет на вот это количество времени человеком потрачено. И прям, условно говоря, на берегу мы это обсуждаем, проясняем. И здесь каких-то секретов нет. Вот. По поводу свободного времени. Так случилось обстоятельство, что оно у меня появилось. Вот. И в принципе, прям по слотам у меня, наверное, в течение недели есть по одному часу еще дополнительно свободный. Это так предварительные нюансы. По моему свободному времени. Я там еще в телеграм-канале буду об этом писать. Так. Вот сайт, на котором можно посмотреть расценки. А и какие плюшки это дает. Соответственно, если мы говорим за просто там консультация, они, кстати, разного вида бывают, там просто переписку можно недельную взять, можно там чисто к собеседованию подготовиться. Вот. Но это все равно у меня как бы называется там консультация. А я все равно добавляю в некий телеграм-чат, вот, где вот такие люди, чтобы не терять друг друга из виду. Вот. Можно было и мне написать, и некая комьюнити с фармером. А если мы с человеком на длительной дистанции, ну, больше, чем пару консультаций, да, а вот идем к какой-то, так скажем, цели, то я добавляю другой чат, где собраны уже ребята, которых более длительное время с ними, значит, сотрудничал, обучал. А там тоже это комьюнити, собственно, вопросы можно задавать, какие-то темы обсуждать, полезные знакомства, расширение нетворкинга и так далее. То есть, это все прям есть, можно этим пользоваться. Это если очень кратенько рассказать о своем интернете. Но в большинстве случаев ребятам нужен еще дополнительно к этому опыт командной работы, к примеру, как в реальной жизни это происходит, в реальной работе. Там опыт работы с ГИТом, МРы, ПРы, Ребейзы, вот это вот все. Соответственно, здесь для этого был и создан клуб по веб-разработке для того, чтобы... Как это сказать? Ребята могли получить эти навыки, ну и плюс там знания получить какие-то, обменяться знаниями и так далее. А получить ревью кода. Если для начинающих, которые только стали на путь, так скажем, программирования, им нужен вот это и мотивация, и перенять опыт, и какие-то, может, задания, материалы полезные, которые будут и так далее. То есть, опять же, проложить некий вот такой путь. Есть другой клуб, называется клуб по программированию. Вот. И там, кстати, неважно, на питоне ты пишешь или не на питоне. Соответственно, по веб-разработке там, ну, можно как и бэкэнщики, так и фронтэнщики, так и тестировщики, дизайнеры, любым специалистам, которые участвуют в разработке, вступать по той причине, что так или иначе эти навыки будут прокачиваться. У нас ребята пишут код, его нужно тестировать, пожалуйста, тестировщики прокачиваются. У нас есть бэкэнщики, но нет фронтэнщиков, фронтэнщики могут тоже прокачиваться. У нас есть дизайн, ребята находят, так скажем, баги в дизайне или хотят переделать по-другому, да. Там спрашивают, можно в этом ТЗ по-другому сделать. Пожалуйста, дизайнеры прокачиваются. То есть идея в том, что если даже человек придется своим проектом, и это все равно будет полезно найти тех товарищей из разных, так скажем, специализаций, которые помогут сделать этот совместный проект. И всем плюс. Поэтому вообще, вот клуба веб-разработки самый тонкий в этом плане. Были ли у тебя такие кейсы? Человек пришел к тебе от безысходности, чтобы научиться программировать и начать нормально зарабатывать, но при этом ему программирование не нравится. Как ты работал с такими людьми и что с ними случилось в итоге? Я не буду учить такого человека. По какой причине? По той причине, что через время он просто выгорит и уйдет все равно из этой профессии. Я ему посоветую просто, ну, порассуждаем, пообщаемся. Может быть, ему не программирование нужно. Может быть, в айтишечке есть другие специализации, которые ему зайдут. Ну, я не знаю, тестировщиком пойти. Может быть, SEO-шником. Может быть, DevOps-ом и так далее. Ну, то есть, что-то, связанное с IT, где можно нормально зарабатывать, если человеку нужно, но не связанное с программированием. То есть, я бы посоветовал человеку поступить так. Зачем его учить и мучать это делать, ну, если ему это не нравится? Человек должен от работы получать удовольствие. Если он не получает от работы удовольствие, нахрена такая работа? Он же в айтишечку идет, наверное, не из-за того, что у него есть классная работа, которая ему нравится, и он просто хочет уйти на работу, которая ему не нравится. Ну, логично? Логично. Поэтому зачем мне идти на такую работу? Ну, можно выбрать другое направление. Вот и все. А направлений очень много, и просто нужно такому человеку подсказать, в каком направлении двигаться. И он сам уже выберет. Я бы поступил так. Каверзные вопросы. Как относишься к накрутке опыта и в кату с нуля медлом? Код-ревью тебя рассудит. Как бы? Твои задачи тебя рассудят. То есть, если человек на собеседовании наврал, в опыте работе или еще о чем-то, во-первых, это можно определенными вопросами, его опыт узнать при решении задач на испытательном сроке, это вскроется, и человек уволен. Вот и все. Проблема вообще, ну, я проблемы не вижу. Если человек приврал просто, у него есть полтора года, а нужно от двух лет, и он сказал два года. Ну, окей. Главное, чтобы у него были знания. Он умел. Менее важно, будет у него два года или полтора года. Или год. Вот, если он решает свои задачи на ту позицию, если мы его только взяли на позицию, на определенную, и он решает свои задачи, вот насрать. Сколько у него там лет опыта? Серьезно. Главное, что он решает эти задачи, которые перед ним ставятся. Если он не решает свои задачи, то не важно, сколько у него лет опыта, его увольняют и все. Зачем такой человек нужен? И не важно, врал он или не врал. Но можно стать с нуля медлом. Как бы это странно не звучало, но такое есть. Можно ли получить опыт, так скажем, медла, не имея коммерческой разработки? Да. Представьте, можно писать в опен-соурсе и получить этот опыт, и нету коммерческой разработки. Да? Да. Можно ли участвовать с ребятами, писать какие-то проекты и набраться этого опыта прямо в боевых ситуациях, ну, свои какие-то проекты, пройти какую-то стажировку и так далее. Да? Для этого и есть вот у нас клуб, чтобы получить этот опыт. И тогда человек получает тот опыт, где, ну, его не берут на работу. Да? Можно ли после такого сказать, что ты мидл? Да, если хватает определенных знаний. Опять же, у каждой компании свои критерии грейда. Каждая компания по-своему определяет, что нужно знать. В одной компании ты джун, в другой ты мидл. Это ты сеньор, а потом ты мидл. Это абсолютно нормально. Полгода человек, полгода самостоятельно, полгода потом ко мне. В Fast API там я особо его не учил. Я учил его архитектуре, и DDD, и все, что с этим связано. А пошел устраиваться на работу, джуном. Соответственно, был 60, предлагали в месяц. Пошел собеседование, прям по архитектуре поговорили. Он им так понравился, они ему предложили 80, он устроился. Пожалуйста. Главное знание, а не количество лет. Раньше модно было учиться на сисадминов, а сейчас модно на девопсов. Сколько сильно нужны алгосы? Нужно ли углубляться в алгосы, или копать углублено в бэкэнд для первой работы? Извечный холиварный вопрос, который мне задают. Значит, нужны. Если человек их знает, это никак хуже от этого, мать его, не станет. Но незнание их может дать побочный эффект. Вот и все. То есть прям, как это не... Прямо упарываться в них там, сидеть и сутками их там решать, изучать. Ну, тоже себе такое. Знать какие-то определенные распространенные, понимать, как их можно применить, и зачем они вообще нужны, окей. Для чего это нужно? Вот эти изучения, оно позволяет выстроить определенное мышление. То есть каким образом приходит к решению какой-то задачи. Это как раз вот тот навык, который позволяет забивать не один гвоздь, чтобы ножка не упала, а три гвоздя. Это приобретение этого навыка. Вот как раз алгоритмы, они и помогают это, ну, сформировать вот такое мышление. Ну и плюс это насмотренность некая, которая позволяет потом о более сложных вещах понять, о, а здесь можно применить это, или вот, я понимаю, что тут написано по той-то причине. Ну и плюс это просто практика, прокачка своего скилла. То есть вот и все. Поэтому от этого плюсов очень много, а вот минусов, ну, как бы, от этого лучше станет, но хуже точно не станет. Вот. Если упарываться чисто в бэкэнд, ну так мы и там применяем их. То есть если есть работа, где нету ни одного алгоритма, хотя любая последовательность действия это алгоритм, ну, нету каких, я не знаю, там сложных алгоритмов каких-нибудь, да, но окей, значит, проект, ну, не в эту тему, или он просто простой. Но всегда есть задачи в любом средней сложности проекте, где нужно подумать, а как это реализовать. И придумать или алгоритм, или взять уже какой-то похожий алгоритм и адаптировать его под себя. Ну, серьезно. Поэтому как-то так. Можно ли пакет из восьми консультаций использовать не за два месяца, а, например, за три? Нет. Объясню, почему. Помните, мы говорили за дисциплину? Вот. Так вот, дисциплина заключается в том, что одна консультация, одна встреча один раз в неделю. это прям не меньше. Можно больше, но не меньше. И если мы возьмем в среднем, что в месяце четыре недели и восемь разделим на четыре, ну, получится два месяца. Можно как бы потратить это за месяц, условно говоря. Да? Восемь консультаций, но не за три месяца. потому что тогда проще посоветовать с человеком договориться о какой-то, как это сказать, все зависит, во-первых, от цели, что нужно человеку. То есть, если человеку нужно просто некие количество консультаций для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Да? Да. Не обучение. Ну, будем различать, да? Менторство, как обучение и менторство, вот, как просто сказать чем-то. Здесь можно это оговорить. То, можно взять некий пакет и не просто воспользоваться им, когда мне нужно, а распределить это, к примеру, каждые две недели, условно говоря, да? Ну, пример. То есть, какой-то построить график, потому что я человек занятой, времени у меня в обрез и договариваться каждую там неделю-две, для меня это прям, ну, у меня график, у меня тайм-менеджмент жесткий. Вот. И после этого, ну, как бы просто израсходовав для того, чтобы получить какие-то там подсказки. Окей, здесь так можно. Договориться, примерно договориться, но нужна, опять же, некая стабильность. Бывает такое, что ребята, им не нужно, ну, к примеру, четыре, давайте скажем так, четыре консультации и брать по одной не так выгодно, как брать пакет четырех. Вот здесь мы тоже можем договориться, окей, можно потратить за два месяца, потому что человек, вот так вот у него появляется количество вопросов. Такое тоже бывает. Отдельно этот момент оговаривать. Если это не обучение. Если это обучение, то здесь прям один раз в неделю, иначе пользы просто не будут. Да, бывают моменты, когда мы там, человек в отпуск уезжает или еще что-то, мы там делаем перерыв. Такое бывает, это нормально к этому отношусь. То есть, мы выстраиваем план, мы выстраиваем наше вот это сотрудничество и планируем, как мы будем к этому идти. Это все оговаривается. Но в обучении нельзя так. Просто консультации и с простроенным графиком можно. это прям почему это плохо, я объясню. Вот представим себе, что у меня каждую неделю в понедельник в 12 часов есть встреча и она у меня занесена в календарь. Я не могу на это время поставить другого человека, потому что уже встреча есть. У меня не получится наложение встреч. А теперь представим, что у меня гибкий так скажем график. Человек когда захотел, тогда пришел. Ну попросился за несколько дней или за неделю. Получается, что нужно его где-то найти ему место. А это не всегда возможно. Это первое. Или можно поставить его на какое-то место, но как это сказать? Ну да, здесь скорее всего подобрать просто сложно. Если мы говорим о том, что у меня есть промежуток, вот в понедельник неделя прошла, через неделю в понедельник через неделю вот так вот разбросано. Получается, что когда придет ко мне человек, который скажет я хочу на постоянку, ну да, как бы график, мне нужно просмотреть нет ли у меня вот этих пересечений, не получится ли их. И тогда мне сложнее выстраивать график. И тогда с человека мне нужно как-то вот этот график корректировать. И это вносит некий дисбаланс. это сложно. Сложно, когда у тебя нету времени. Оно плотно забито. Я проходил этот путь. А поэтому у меня такие условия. Потому что потом начинаешь пытаться, там этому сдвинь, тому подвинь, здесь вот так. И такой бардак начинается в графике. И получается, что у меня неделя вот так вот время разбито, и я как бы ну я не могу спланировать свое время. И от этого я страдаю. И у меня поэтому есть четкие условия. Бывает такое, что человека плавающий график. И мы с ним договариваемся, что мы каждая следующая с ним встреча договариваемся о следующей встрече. но зачастую у нас примерно это одни и те же дни. Ну, к примеру, вторник или среда, или вторник, или понедельник. Окей, все, зная, что у человека такая штука, я как бы на вторник на это время никого не ставлю. И просто оно забронировано за ним. На всякий случай. Если он во вторник не может на другой день, значит буду подбирать. Но такой человек ну один-два максимум может быть. Если таких все будет подряд, ну никто ни с кем не договорится и времени просто никого не будет. Поэтому вот такие вот условия. Но опять же это все индивидуально и можно оговаривать. Ну, то есть нужно понимать какая цель у человека. Зачем? И как? Ну, и собственно опять же часы взаимодействия. Если это будет условно говоря 6 утра или 8 утра, ну, явно я не согласен. Если это будет 9 вечера, я тоже отказываюсь. Или 6 вечера. Почему? Потому что человек обычно это после работы, вот, я после работы, оба вставшие и пытаются что-то делать. Вот вообще не залетает. Это был у меня несколько раз такое. По-моему, один или два человека только смогли дойти до конца. Все остальные или отвалились где-то по пути, сдались, так скажем, ребята. Ну, сдались, я имею ввиду, что этот. Или мы просто изменили время, потому что проще где-то в обеденный перерыв. Или как-то может быть человек договаривается с руководством и говорит, что я вот там учусь и вот в понедельник в 11 я буду там урок проводить. Ну, то есть люди находят как-то выход из этой ситуации. Я помогаю с этим, то есть я подсказываю, как бы это можно было сделать. И мы ищем этот пути. Если мы не находим с человеком возможности сотрудничества, можно по-другому предложить там посотрудничать, да, к примеру, когда нужно человек, он там берет консультацию. Или может быть какой-то режим переписки подойдет. Или мы просто жмем друг другу руку и расходимся. Мы просто не можем договориться. Но так очень редко бывает. А бывает, что ребята ко мне приходят, а у меня нету свободных слотов. Это чаще бывает. Пишут мне, я говорю, напишите мне там в марте месяце. Или в конце декабря. Потому что уже все забито, а плотный график и времени нет. Вот это чаще можно наткнуться, чем о чем-то не договориться. Если не брать командную разработку, софт-скиллы и другие не хард-аспекты, то на твой взгляд, есть ли такие проекты, реализовав которые, человек может получить навык медла с точки зрения хард-скиллов? Ну и что это будет за мидл? Дело в том, я сейчас объясню. Можно, а ответ короткий можно, но почему это не работает? Потому что когда человек работает, если мы говорим о компании, то там ценятся софт-скиллы. И сейчас очень многие компании как раз понимают, почему софт-скиллы важны. И все равно, если при общении после рда какого-то времени работы с человеком, понимать, что у него не хватает каких-то софт-скиллов, их или пытаются развить, или как бы человека не берут на работу. Почему? Потому что тогда с ним невозможно работать. Ну если человек не может правильно выступить в роли ревьюера, обосновать свои мысли, как-то вежливо ответить или не агрессировать, ну вот нет у него прокачки общения, давайте это назовем-то. Ну зачем мне такой работник? Он больше вносит в команду дисбаланс. Так? Поэтому эти скиллы они важны, они нужны. А потому что тогда можно работать в коллективе. Это как один из аспект. Если мы говорим, что человек может работать самостоятельно, без команды, ну или там с одним человеком в команде, вот, сам на себя, к примеру, там какой-то или фриланс, или где-то там, где-то там, вот, или он вообще в компании один, разработчик, такое тоже бывает. Он один разработчик, компании больше, как бы, больше людей не нужно. Он делает свою работу и так далее. Но ему нужно прокачивать. я таким ребятам все равно советую скиллы качать. Почему? Потому что чем сложнее приходят задачи, потому что ты опытнее становишься, и тебе дают более сложные задачи, просят сделать. Но ты как специалист понимаешь, что где-то или нужно углы срезать, или где-то нужно какое-то уточнение, где-то с руководством поспорить, или объяснить руководству, почему нужно сделать по-другому, почему вот так нехорошо делать, а вот так лучше сделать и так далее. И опять же, это софт-скиллы. И без них не получится. А если качаться чисто в харды, то получится, что ты будешь просто делать ту работу, которую тебе постоянно говорят. И все. Ну, то есть, в чем смысл этого? Так, на твой взгляд, есть ли такие проекты, реализовав которые, человек может получить навыки медла с точки зрения хардов? Есть. Какие это конкретно проекты, это прям нужно, ну, садиться там, рассуждать. А что мы подразумеваем под медлом? То есть, что человек должен уметь? Понимание его человека, что такое, кто такой медл? И какие инструменты? Соответственно, понимая, какие инструменты нужно изучить, их нужно сначала палкой потыкать, потом придумать задачу, которую бы они решали, и придумать проект, который бы решал бы эти задачи. То есть, проблему некую приносил пользу. И написав такой проект, можно научиться с этим взаимодействовать. Вот как-то так. И там еще куча разных вещей. Если с софт-скилами полный порядок, то можно ли за один реализованный проект получить харды и медла? Если да, то что это за проекты? Понимаю, что грейды разные, но вот конкретно для тебя. Ну, не знаю, написать Netflix. Вот реализую, человек реализует Netflix, явно прокачается до медла. так ответы устроит. Написать Google, написать YouTube, к примеру. То есть, идея в том, что нет, нельзя сказать, вот смотри, есть эталонный проект, делав этот проект, ты станешь медлом. Так не работает. Почему? Потому что, к примеру, у меня в компании, ну, у нас в компании, я сотрудничаю, а мы не используем какие-то, ну, как это, микросервисы, шины событий, потому что, ну, мы понимаем, как лучше для клиента сделать. В чем идея? Значит, нашим медлам знание Rabbit, MQ, Kafka и так далее, именно брокера сообщений, не обязательно. Да, в некоторых ситуациях мы можем сделать что-то с помощью Redis. Но во многих проектах мы используем ClickHouse. И вот знание ClickHouse для нас приоритетнее. Теперь, задаем вопрос, какой нужно сделать проект, чтобы стать медлом по хардам. В одной компании нужно, нужно знать Rabbit, MQ, а в другой ClickHouse. Это абсолютно разные инструменты, но для медла они необходимы. Поэтому, нет такого проекта, который можно реализовать, и чтобы стать медлом. Все. Потому что разные могут быть инструменты. Я хочу сказать о том, что middle это не только знание бэкэнда, какого-то фреймворка, кто-то из архитектуры и языка. Это еще куча других инструментов и полученных навыков. Вот к чему я веду. Поэтому, и там определенные углубленные вещи в тех инструментах, которые он чаще всего использует. Поэтому здесь я и даю ребятам совет. Вот у тебя есть 5 компаний, где бы ты хотел работать. Посмотри на вакансии, что они за инструменты требуют. И вот долби в эти инструменты. учись, тогда ты сможешь устроиться туда. Так получится, что, ну, зачем человек, который не умеет это делать? Приходит питанист, он говорит, я бэкэнд разработчик. Я говорю, окей, ты с FastPi работал? Он говорит, нет, с Django. Зачем мне человек, знающий Django, не умеющий писать на FastPi, использовать его? Или наоборот? Ну, то есть, все, нужно смотреть, что требуется под конкретные эти, вакансии. И от этого плясать. А так можно просто найти, есть роадмапы, бэкэн, там, фронтэнд разработчиков. Я в телеге там скидывал, и у меня этот был, как он называется, стрим по том, как стать там востребованным бэкэнд разработчиком. Я рассказывал о инструментах, которые хотя бы нужно палкой потыкать, получить насмотренность. поэтому нету такого проекта, который сделав, ты станешь бэкэнд разработчиком, медлом. Нужно написать n количество разных проектов с использованием каких-то инструментов для того, чтобы пощупать их все. Ну, условно говоря, те, которые нужны. Где-то больше, где-то меньше. И оттянуть все инструменты в один проект, это будет, опять же, как я уже говорил, притянуть за уши это, который не решает задачу, он просто притянута это. Ну, условно говоря, у нас есть некая штука, там, блог, у нас есть поиск, там, какой-то новостной портал, условно говоря, и мы туда тянем Elasticsearch. Вопрос, зачем? Что, какую задачу он будет решать? Можно ли эту задачу, к примеру, решить с помощью Postgre, встроенную в нее эти какие-то вещи? Вот, и, соответственно, мы начинаем погружаться. То есть, нам нужен Elasticsearch, он где-то, применяется в каких-то наших вакансиях, да, или лучше вот Postgre погрузиться в тот инструмент, который мы действительно используем. Вот и все. То есть, в этом смысл. Нет такого проекта. И проекты нужно делать такие, которые позволят изучить и поработать с теми инструментами, которые комьюнити, ну вот, считается, что A Middle должен их знать или уметь с ними работать. Мой ответ будет такой. Какие конкретно это проекты? ХЗ, любые, которые решают какие-то задачи с использованием этих инструментов. Вот такой долгий ответ выдал. Подскажите, пожалуйста, по поводу английского. Я перевожу доку переводчикам, иногда не понимаю, какой уровень английского нужен минимум для понимания доки. Есть проблема с английским. Технически английский. Уровень технического английского. то есть это может быть pre-intermediate достаточно во многих случаях pre-intermediate уровня. А, значит, в чем проблема? У ты, ну, к примеру, есть слово rest. Rest это отдых. Да, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, я сейчас пойду специально загуглю, потому что английский я учил давно. ну да, вот он его переводит как отдых. А в айтишечке rest это, ну, привиатура, так скажем, да, rest API. Получается, что когда переводчикам переводишь, он переведет это как отдых. Ты такой, что происходит? Или у нас есть такое, ну, слово как маппер. А переводчик его будет переводить картограф. он его правильно переводит, но мы не говорим картограф, мы говорим маппер. И так далее. И вот этих, таких вот штук очень много. И когда получается ты читаешь этот текст, получается какая-то ужасная билиберда. И ты, я иногда переключаюсь на оригинальный, ну, английский, так скажем, да, на текст, чтобы понять, что там написано. Ну, просто читая русскую, я быстрее, да, воспринимаю информацию, чем читать там на английском. И суть в чем? Просто нужно знать вот эти технические термины для того, чтобы понимать большинство вещей. А достаточно буквально действительно там до при интермедии это нормально, понимать слова английские, уметь читать их и такой вот. Целери мне переводит как сельдерей. Это так? Да, это сельдерей, поэтому он тебе его так и переводит. А на самом деле это название инструмента, который мы используем. То есть, условно говоря, мы же в мире разработки многие вещи, инструменты называем в честь кого-то. Рэббит МКУ. Рэббит это кролик, да? Пусть будет какой-нибудь сельдерей. У нас есть этот редис. Это редиска и так далее. Вот. И поэтому переводчик может неправильно переводить. Поэтому зачастую как можно еще сделать? Нужно не просто какой-то общий переводчик брать, а есть я не помню как он называется тоже довольно распространенный и там должен быть как это технический словарь условно говоря. Чтобы он понимал контекст, что эта штука о технических говорится. редис это не редиска, а это инструмент. И или использовать нейронные сети. Иногда они могут с этим помочь. Ну ты типа закидываешь туда, говоришь, переведи мне там на русский. Вот. Это технический текст о том-то ну не знаю да переведи мне на русский. Может могут тоже шляпу выдавать, но скорее всего получше, а просто переводчик. Поэтому здесь мой совет это действительно просто учить терминологию и этот самого там какого-то не прям базового там ад 1, ад 2, там b1 или какие-то достаточно. Просто понимать текст. мне очень понравился тейк про мышление это приобретен приобретаемый навык, ибо мне кажется, что я самый тупой на планете. Теперь мне кажется, что я что-то да могу. Также понравились ответы про мидлов. Раньше я думал, что мидл это просто определенные навыки, хард и все. Ну вот, видишь, значит моя цель была достигнута. я смог, ты правильно понял смыслы. Вот, это замечательно. Всему можно научиться. Просто нужно, всем нужно разное время для того, чтобы научить. Вот и все. Или, так скажем, ну да, у некоторых нету, вот там спрашивали, если у человека нету желания. Если у человека нету желания, он не научится. Ну то есть желание это один из важных факторов. То есть если я не хочу уметь бухгалтерию, ну знаете, сложную бухгалтерию, там кто-то там бухгалтерию писал, всеми этими справками, НДФЛами и так далее, расчетами и так далее. Ну то есть ну сколько меня не учи, сколько мне это не показывай, ну я чему-то я научусь, потому что в любом случае информация запомнится, в любом случае ты потыкаешь, но не будет желания этого делать. А если нету желания, то процесс обучения ну просто сводится практически к нулю вот это условно говоря так когда дети ходят в школу и их заставляют учиться. То есть он учится, да, он приобретет какие-то знания, да, он чему-то поверхностно там узнает, но если он этого не хочет, ну ему это в голову не вобьешь. Так и с любым человеком. Поэтому если есть желание, вот тогда процесс идет намного быстрее, намного продуктивнее. это вот эта мотивация, да, которая у нас есть, мотивация, это есть по сути как бы желание что-то получу, чему-то прийти. Вот. Поэтому если вот как приведем опять же вернусь к своему хотел сделать игру, ну то есть у меня есть желание чего-то, моя цель, я хочу этого, и соответственно она у меня мотивирует что-то делать. Вот. Если этого желания нет, ну типа и все, тупик. Скажи, какой профит учебы на своих ошибках? Ну ты учишься на своих ошибках, в этом и профит. Ну лучше, конечно, учиться на чужих ошибках. Профит в том, что информация дойдет лучше. Ну условно говоря, допустим, опять берем примеры жизни и опять дети, неважно дети, взрослые и так далее. Мы говорим, нельзя пальцы совать в резетку, оно ударит током. Ну ребят говорит, и что, будет больно, можно вообще помереть от этого, то есть это не надо так делать. А можно ли учиться на чужих ошибках увидеть, кого-то ударило током. Ну да, ударило, ну дернулся человек, ну типа и что дальше. И сует пальцы что-то. И вот пока его не долбанет током, он не поймет, что не нужно сувать туда пальцы. То есть непонятно как бы человеку проблема, почему так можно делать или так не нужно делать. И вот этот полученный опыт на своих ошибках сунутыми пальцами и дает вот это понимание а почему. А соответственно если мы говорим о разработке, то опять же не всегда видна проблематика. То есть как это сказать? Если у человека показывать ему все как хорошо получается и он сталкивается с некой проблемой или ошибкой, он ну типа что мне с этим делать? Ну человек становится в тупик и он пытается решить эту проблему. Решив эту проблему, то есть свою ошибку, он запоминает это лучше. Он больше информации получил, больше провел там исследований, ну и соответственно приобретенный опыт. Он теперь понимает, что при следующей такой ошибке он понимает как туда копать. Ну то есть он учится решать свои проблемы, свои ошибки. Но к примеру если показывать на примере, что смотри вот у нас вот так вот и вот ошибка, да, это если мы опять запрограммируем, то будет вот ее можно решить вот так. И человек ага, и когда он столкнется с подобным, он знает как это решить. Но бывают и другого рода ошибки, не то что программа нам какую-то ошибку выдает, а мы неправильно допустим пишем код ошибка в сложности алгоритма, цикл в цикле в цикле. Мы говорим лучше так не делать. Почему? Ну, потому что у тебя больше потребляется памяти, там еще что-то, дольше эта операция идет, ну, типа это плохо. Но человек не понимает, почему это плохо, это же быстро отрабатывает у него на компьютере. А вот когда он столкнется с этим на продакшене, а там ограниченные ресурсы, записей миллионы раз больше, и теперь его страница сайта открывается не за полсекунды, а за три, то вот его ошибка. Он учится на своей ошибке, вот так делать нельзя, потому что вот он результат, плохой результат. Ну, типа того. Просто это жестко иногда выматывает. А да, поэтому нужно учиться на чужих ошибках. Но просто нужно к этому относиться как к приобретаемому опыту. То есть если мы давай так, если мы говорим, что я допустил некую ошибку, пытался ее там решить, еще что-то там и так далее, и вот она у меня вымотала, и относиться к этому как негативно полученному опыту, тогда это вматывает. Если относиться к этому как позитивно полученному опыту, я научился делать вот это. Я теперь понимаю, что можно или не можно вот так делать, и так далее. То есть найти, смотреть на это с оптимистической точки зрения. Я взял заказ, я его сделал, а меня кинули на бабки. ошибка, ошибка, негативный опыт, негативный, но если так воспринимать, следующий заказ будет боязно брать, а если тебя и там кинут, то получается, что ты такой, да ну нахер, обманывают, и все. А если к этому относиться с оптимистической точки зрения, ага, у меня была вот такая ситуация, меня кинули, как я могу подойти к этому таким образом, чтобы себя обезопасить. К примеру, давайте мы составим договор, давайте мы сделаем предоплату, давайте мы то-то. Соответственно, приобретенный опыт идет вот в какую-то пользу. И так с любыми вот этими ошибками. То есть, чему я научился, и что мне нужно сделать в будущем, чтобы не сделать это снова. В этом и смысл обучения на ошибках, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Как бы, и если размышлять в этом русле, может быть, тогда этих ошибок станет меньше. Ну, как-то так. Но это такое. Имхо и жизненного опыта. Вот. И тогда начинаешь видеть, когда приблизительно может получиться вот этот, что вот такое может произойти. Это называется уже мудрость. То есть, приобретенный жизненный опыт научился на ошибках, на своих, на чужих, неважно. Но ты заранее можешь увидеть, что вот это может произойти. Это некая мудрость. И она приобретается вот таким, скажем, с опытом же. Мы говорим, вот человек мудрый, у него большой жизненный опыт. В общем, всем спасибо, кто поприсутствовал за вашу обратную связь, за ваши комментарии. Соответственно, надеюсь, было полезно. Если не подписаны, подписывайтесь. Вот. Там всякие телеграммы, твичи, ютубы. А не болейте, не скучайте. Всем пока.